Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о Евангелии от Марка. И сегодня мы с вами читаем пятую главу. И пришли на другой берег моря, в страну Годаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его, вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог связать его даже цепями. Потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах бы укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камне. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Иисус сказал ему, «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» И спросил его, «Как тебе имя?» И он сказал в ответ, «Легион имя мне, потому что нас много!» И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послужи там при горе большое стадо свиней, и просили его все бесы, говоря, «Пошли нас свиней, чтобы нам войти в них!» Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо скрутизны в море, а их было около двух тысяч, и потонули в море. Пасущие же свиньи побежали, рассказали в городе и деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в водку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь, и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус. И все удивились. Здесь мы видим, как Господь приходит на другой берег моря, в страну Годаринскую, где было большое число язычников. И когда он вышел в злотке, он встретил вышедший из гробов человека, держимый нечистым духом. Из гробов, то есть из пещер, где погребали. В то время, в той местности, людей было принято хоронить не в земле, как мы хороним, а в таких пещерах, вырубленных в скале. Человека клали в такую пещеру и приваливали обычно камнем вход. В такую гробницу чаще всего лежали несколько поколений одной и той же семьи. И иногда эти пещеры оказывались заброшенными, когда семья вымирала, некому было туда приходить, и они оказывались заброшенными, открытыми. И вот там жил этот несчастный человек, в этих пещерах. Он был одержим нечистым духом, имел жилище в гробах, никто не мог связать его даже цепями. Очевидно, этот человек представлял угрозу и для себя, и для окружающих, и его пытались обуздать, его пытались связать цепями. Но здесь происходило нечто, что указывало на сверхъестественное происхождение его болезни. Он разрывал цепи и разбивал оковы. Он демонстрировал совершенно странную и неожиданную физическую силу. И никто был не в силах укротить его. Всегда ночью в горах и камнях кричал он и бился о камне. И мы видим, что этот человек наносит себе повреждения, он бросит, бьется о камне, он кричит. Те бесы, которые внутри его, они побуждают его к такому самоповреждающему поведению. И мы видим, как он видит Иисуса, издалека прибежал и поклонился ему. И мы видим противоречивость его поведения. С одной стороны, он прибежал, поклонился. С другой стороны, он закричал громким голосом, что тебе до меня Иисус, Сын Бога Всевышний. И мы видим какой-то внутренний конфликт в этом несчастном человеке. Мы видим, что он, с одной стороны, прибегает к Иисусу и поклоняется ему. С другой стороны, он говорит, что тебе на меня отстань. И это поведение, которое часто встречается в этом мире, вообще, это история о бесноватом, это история о многих очень людях. И, возможно, мы не называем это беснованием, мы даже не отдаем в себя отчета, что бесы как-то вовлечены. Но так бывает, что человек разбивает себя. Так бывает, что человек ведет какой-то очевидно и явно разрушительный для себя образ жизни. Бывает так, что он превращает в руины свою собственную жизнь, жизнь людей вокруг него. И человек бывает, с одной стороны, он ищет помощи, а с другой стороны, ее отвергают. Вот, как мне рассказывал один человек, который работал с наркоманами, у человека, страдающего в наркотической зависимости, у него на устах две фразы. «Не бросайте меня и оставьте меня в покое». Человек, с одной стороны, хочет, чтобы ему помогли, с другой стороны, вот у него внутри есть такой мятеж и бунт, когда он не хочет, чтобы ему помогали. И эти два желания в человеке борются одновременно. Он хочет прийти и получить помощь от Бога, от людей. И, с другой стороны, яростный бунт, яростная гордыня, которая уводит его в противоположном направлении. И Иисус спрашивает этого человека, «А как тебе имя?» И, очевидно, он спрашивает даже не человека, он спрашивает бесов, которые его одерживают. И они ему отвечают, «Легион имя мне», потому что нас много. «Легион» — это римское воинское подразделение, до шести тысяч воинов. И, очевидно, имеется в виду, что там толпа бесов, что этот человек находится под влиянием очень разнообразных и, возможно, конфликтующих между собой еще злых сил. И вот они много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Господь позволяет им войти в свиней. Свиньи — это для богочестивых иудеев того времени отвратительные и нечистые животные. Очевидно, раз их пасли, их пасли язычники, иудеям это было запрещено. И это стадо устремилось с крутизны в море, их было около двух тысяч, и потонули в море. То есть свиньи даже не смогли понести этого присутствия бесов, и они побежали и утонули в море. И мы видим реакцию людей, которые столкнулись с этим странным и страшным чудом. Пасущие же свиньи побежали и рассказали в городе и деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет и в здравом уме. И устрашились. Мы видим, как происходит удивительное и моментальное исцеление этого бесновавшегося человека. Христос освобождает его от всех этих бесов, которые над ним висят, которые тяготеют над его жизнью, которые тащат его к погибели. И вот он освобожден, он сидит и одет и в здравом уме. Это происходит в жизни многих людей, когда они обращаются к Христу. Сейчас, в наше время, обычно избегают говорить о бесах, пытаются объяснить поведение человека в терминах психологии, каких-то комплексов. Но мы часто видим, как человек, может быть, мы это даже пережили, как человек разрушает свою жизнь, как он ведет жизнь, которая явно его губит. Как будто какая-то злая сила тащит его дальше и дальше в погибель. И вот такой человек обращается ко Христу, и Христос освобождает его. И часто бывает, что человек пытается остановиться, и другие пытаются его остановить. На него как бы налагают узы и оковы, которые должны удержать его от такого поведения, но не получается, но не срабатывает. Я знал одного человека, который обратился к Господу, сидя в тюрьме. Он был преступник. И на него налагали оковы, и его наказывали, его сажали в тюрьму. Он в тюрьме там сидел. Его подвергали всяким наказаниям. И он, наоборот, усиливался только в своей ярости, в своей ожесточении, в своей такой вот преступной гордости, что он не будет покоряться. И до тех пор, пока он не покорился Христу, его жизнь полностью изменилась. Он вышел на свободу уже совершенно другим человеком. Да, мы не будем, наверное, говорить в наше время, мы не знаем описывать этого преступника, бывшего, как человека именно бесноватого. Но несомненно, что духовные силы зла реальны, и несомненно, что они принимали самое живое участие в том, как этот человек жил раньше. Его связывали, да, его заковывали там в наручники, его сажали в тюрьму, ему еще не помогало. Но потом Христос пришел к этому человеку и восстановил его жизнь. То есть чудо о бесноватом, о котором мы читаем, оно повторяется и в наши дни, вновь и вновь. И на это чудо можно реагировать по-разному. Мы видим, что приходят к Иисусу и видят, что бесновавшиеся, в котором был легион, сидят и одеты в здравом уме и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. То есть, с одной стороны, люди, конечно, испытывают какой-то такой испуг и почтение. Они видят, что да, произошло нечто чудесное и великое. Но свиньи пропали. Вот без свиней они остались. И они больше всего обеспокоены тем, что этот чудотворец может нанести им дальнейший какой-то ущерб животноводству, и поэтому они его просят. Они его не изгоняют, а так вежливо просят, чтобы он отошел от пределов их. И так бывает, что человеку кажется, что Христос, входя в его жизнь, нанесет ему какой-то ущерб. Что-то разрушит, что-то разломает. Каких-то он свиней через это лишится. У какого-то человека это могут быть какие-то греховные удовольствия. У кого-то могут быть какие-то неправедные прибытки. И человек понимает, что если он всерьез обратится ко Христу, он должен будет все это оставить. И ему оказывается, что какие-то его местные свиньи, они ему дороже, чем вечное спасение. Это очень печально, хотя так бывает, что Господь по милости своей устраивает так, что без свиней человек все равно остается и потом обращается к спасению. Когда он вошел в водку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним, поскольку для этого человека величайшая радость, величайшее утешение быть с Господом. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. И пошел и начал проповедовать Десятиграде, что сотворил с ним Иисус. И все удивились. Этот человек, который получил исцеление, Христос отправляет его проповедовать благую весть. И важно, что он является примером спасенного, исцеленного человека. Все знают, какая его жизнь была до этого, она была чудовищная. И все видят, каков он теперь, он полностью переменился. И поэтому Христос посылает его проповедование, не только для того, чтобы там рассказать что-то, но и для того, чтобы показать. Вот он был такой до этого, и он совершенно изменился. Для обычного, скажем, для политического деятеля, или для какой-нибудь медийной фигуры, темное прошлое, когда у человека в прошлом какое-то зло, это что-то, что обычно человек пытается скрыть. Вот если в молодости политический деятель там делал какие-то такие морально сомнительные дела, он обычно пытается это спрятать, а его противники, наоборот, это вытащат на поверхность. Но когда Христос посылает человека проповедовать, он делает это наоборот, исходя из того, что все знают, что это был за человек. И все знают, как он бесновался, а теперь все должны увидеть, как он исцелен. Мы знаем, что когда Господь совершает чудеса среди иудеев, Он запрещает разглашать. Этому есть причина, потому что люди ждут Мессию, люди ждут Спасителя, и у них ложное представление о Спасителе, как о таком могущественном военно-политическом вожде, который разгонит римлян, который установит свое царство земным видимым образом. Но здесь он находится в языческой большей среде, ну, в смешанной среде, вернее, в которой очень много язычников, и он поэтому посылает этого человека проповедовать. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа, он был у моря. И вот приходит к нему один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его, и усиленно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди и возложи на него руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Мы знаем, что у Иисуса уже складываются крайне неприязненные отношения с религиозными лидерами его народа, с фарисеями, и мы понимаем, что здесь к нему прибегает один из начальников синагоги по имени Иаир, то есть человек, в общем-то, достаточно социально устроенный, которому не хотелось бы, наверное, ссориться с фарисеями, но он теперь решается прибежать к Иисусу, потому что у него горе, у него умирает дочь, и он не видит другой возможности. Иисус пошел с ним, за ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет, много потерпела от многих врачей и истощила все, что было у ней, не получила никакой пользы, но пришла в еще худшее состояние, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила, «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему, «Ты видишь, что народ теснит тебя и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нее произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, «Ты щерь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Женщина страдала кровотечением 12 лет и пыталась вылечиться, много потерпела от многих врачей, разорилась совершенно. Почему эта болезнь была особенно ужасна? В Священном Писании есть запрет прикасаться к женщине во время месячных, и этот запрет получил такое расширение, нельзя было прикасаться к женщине с каким бы то ни было истечением крови. Она считалась ритуально нечистой и неспособной поэтому участвовать в поклонении Богу. Эта болезнь делала ее социально отверженной. Считалось, что даже абсолютно случайное прикосновение к кровоточивой женщине оскверняет. И поэтому ей очень трудно обратиться к Господу со своей проблемой, потому что эта проблема считается невероятно неприличной. У нас в современном обществе приличия осталось очень немного, и нам трудно это с чем-то сопоставить. Но вот в достаточно патриархальном, архаичном обществе там большое значение придается такого рода табу. До сих пор это есть в обществе, где это держится. И женщина кровоточивая рассматривается как источник скверны. Это что-то страшно отталкивающее, неприличное. И вот она не может об этом сказать. Абсолютно не может. Это исключено. Это находится абсолютно за пределами того, что в этом обществе может быть приемлемо. И она подкрадывается и подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Иисуса. Потому что она отчаянно ищет исцеление, и она не может об этом сказать. И она делает что-то страшно скандальное. С точки зрения того времени женщина подошла, прикоснулась к мужчине, да еще кровоточивая. Это нечто абсолютно противоречащее всем тогдашним представлениям о нормах, всем тогдашним табу. она сделала что-то в рамках того времени немыслимое. И точа с истяк у нее источник крови. Она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Она исцелилась через это. Она решила прорваться к Иисусу, несмотря ни на что, и она исцелилась. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде. Иисус побуждает эту женщину выступить, признать, что произошло это чудо. И женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю истину. Она в страхе и трепете, потому что она знает, что она сделала что-то социально неприемлемое. И она приходит, и пала пред Ним, признала это, и мы видим реакцию Иисуса. Он говорит ей, «Дещерь, вера твоя спасла тебя, иди в мир и будь здорова от болезней твоей». То есть мы видим, что Иисус реагирует на это нарушение социальных норм с милостью и благодатью. Он смотрит на эту женщину, как на дещере Врамову, которая должна быть исцелена. И поскольку она уверовала, вера ее спасла. Здесь подчеркивается вот этот момент веры. Она поверила, что Иисус ее исцелит, и она проявила эту веру, перешагнув через те огромные преграды, которые у нее были. Она сделала что-то немыслимое, что-то непринятое, а ради того, чтобы получить исцеление, она его получила. Когда же он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят, «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сие слова, тотчас говорит начальнику синагоги, «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходят в дом начальника синагоги и видят смятения и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им, «Что смущаетесь и плачете?» Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним. Он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним и входит туда, где девица лежала. И вот Иисус идет к этому начальнику синагоги, чтобы исцелить его дочь. И, видимо, не успевает. Она уже умерла. Все. Уже надежда потеряна. Надежды нет больше. Если человек жив, то его можно как-то исцелить. Если человек уже умер, то он умер. Как бывает, когда человек тяжело болеет, и его родные пытаются найти любой способ, чтобы его вылечить. Они пытаются там устроить в какие-то клиники, заплатить какие-то деньги. Они прилагают огромную усилие, но это продолжается до момента смерти. Когда человек умер, тут уж ничего не сделаешь. И вот наступает этот момент. Но здесь Иисус говорит, не бойся, только вверх. И над ним уже смеются. Люди не верят в это. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы, бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей, Талифакуми, Талифакуми, что значит девица? Тебе, говорю, встань. И девица точно встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. Видевшие пришли в великое изумление. И он строго приказал, чтобы никто об этом не знал, и чтобы дали ей есть. И мы видим, что Господь воскрешает эту девочку из мертвых к великому изумлению родителей. И он велит им дать ей есть, потому что, очевидно, они пребывают в таком ступоре, что этого не делают. И Господь показывает себя врата в водыкой смерти. Как мы читаем в Ветхом Завете, во власти Господа Вседержителя врата смерти. И мы видим, как Господь воскрешает эту девочку, Он ее возвращает к жизни, просто повелев ей это. И здесь Господь открывается, как владыка жизни и смерти. Мы с вами прочитали пятую главу Евангелия от Марка. Мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Субтитры создавал DimaTorzok